В принципе, многие недооценивают вообще сложность работы в команде. Они понимают, что даже просто написав письмо в ряд компаний, можно ответ ждать неделю, просто физически. Можно ответа не дождаться в большинстве случаев. Человек — это существо социальное, а социум, он всегда должен на чем-то объединяться. И группы внутри социума, они тоже как-то объединяются. В заехать в какой-то польский городок, ну, те же самые бомжи, что и у нас, да, только проговаривают нам. Как-то, естественно, отбор среди авиаинженеров, он беспощаден просто. Если им пришлось бы летать на этом. Попадание в сферу автоспорта, оно при желании, если вы хотите туда попасть, оно стопроцентное с Формулы Студента. Показатель качества Формула Студент уже себя зарекомендовал. Итак, всем привет. Вы смотрите RR-подкаст. И сегодня мы будем говорить о том, для чего вообще Формула Студент предназначена. В прошлый раз мы обсуждали, как мы в Формула Студент попали, какие были наши чувства, какие наши были, наверное, некие ожидания от проекта, и как мы в нем двигались, а сейчас мы вообще проговорим, попробуем обсудить, подумать совместно, для чего вообще предназначена Формула Студент. С одной стороны, для студентов, с другой стороны, для компаний, которые этих студентов потом возьмут к себе на работу. Ну и в развитии темы компании, для чего Формула Студент нужна автоспорт. Не зря Формула Студент поддерживается САИ, для чего-то им это нужно, для чего-то они это делают. И, собственно, сегодня мы попробуем разобраться, зачем же это нужно. Итак, Андрей, как ты думаешь, вот для студентов, что такое Формула Студент, зачем она им нужна, что студенты приобретают, и какой вообще в этом всем смысл? Ну, на сложного ответа не будет, как ты понимаешь, поэтому начну по порядку. Начиная так от наиболее простого ответа, чуть-чуть вглубь пойдем. Самый простой, конечно, ответ был бы то, что студенты приобретают определенный опыт и знания. Вот, правда, для многих, наверное, не очевидно, зачем студентам еще какие-то знания, потому что у нас, ну, я вот знаю, что не все студенты вообще в принципе понимают, зачем они пошли в университет, к сожалению. Как мне видится, то, что все-таки это знания и опыт применения этих знаний в практическом приложении. Это первый момент. Второй момент, который приобретают студенты, это не просто опыт приложения этих знаний, но опыт приложения этих знаний к продукту конечному, который должен быть закончен именно в условиях ограниченного бюджета, то есть ограниченных ресурсов и ограниченного времени. То есть это то, чего не может дать просто классическое прослушивание лекций в университете. Это определенный навык планирования и работы по заданному графику, когда этот график не просто спущен в виде расписания, и ты ходишь на лекции, а у тебя есть конечная цель, отсечка конечного соревнования, и тебе нужно спланировать свою работу, чтобы оказаться в этой точке с готовым автомобилем и показать определенный результат. Вот, то есть и даже если там в программе ВУЗа есть какие-то лекции по планированию, они все равно не дают такого погружения в саму задачу. Тут, если ты не спланировал свою работу в коллективе, то ты, в общем-то, оказался нигде. В этом плане идет практически полная симуляция, ну, назовем это так, взрослой жизни, когда студенты имитируют работу компании, того, как они будут работать в компании, но при этом у них все-таки меньше цена ошибки. То есть если студент будет приобретать эти навыки в процессе своей работы, то есть да, он там получит теоретические знания, глубокие, допустим, получит, там хорошо учился, там на дополнительные занятия ходил, пришел на работу и начинает работать в реальном окружении, когда там сроки горят, планы поджимают, начальник давит, кучу проектов надо все как-то распределить и оказаться там еще в нужном месте, в нужное время с их продуктом, то вот в такой ситуации цена ошибки будет стоить дорого. В формуле студент цена ошибки, она, конечно, дорогая, это год работы команды, но она все-таки не выражается в финансовых потерях гигантских каких-то там, то есть вам не придется закладывать квартиру, вы не останетесь без работы, потому что вы пока еще в принципе не работаете, вот, то есть формула студента – это в неком смысле школа будущей жизни для студента, вот, ну, это так в общем глобально, ну, и понятное дело, что практическое применение – это огромная, просто гигантская помощь в трудоустройстве в дальнейшем. Ну, да, смотри, то есть получается это проект длительностью год, а то и даже меньше, считаю, если мы начинаем, да, там с сентября соревнования у нас в июне – это 9 месяцев, и за 9 месяцев параллельно с учебой попытаться сделать так, чтобы тебя не очислили, да, это во-первых, во-вторых, сконструировать все-таки с нуля автомобиль, да, пусть он даже будет не такой, как вот здесь вот, да, сейчас у нас на экране с развитой аэродинамикой, тот же самый монокок, да, там какие-то удивительные технические решения, но тем не менее за 9 месяцев нужно с нуля выстроить команду, даже если вы в вашей команде большинство не первый год, да, хотя бы там второй, да даже и третий, вам все равно нужно притереться, вы все равно узнаете что-то новое про себя, что-то новое про проект, и заново проектируя машину, да, в такой короткий срок, вы однозначно как минимум приобретаете навыки стрессоустойчивости. Плюс, да, то, что ты говоришь, в дополнение к тем знаниям, которые получаются просто там на лекциях, да, в университете, я помню, что у нас ребята, да, когда проектировали машину, им приходилось изучать очень много даже той же самой зарубежной литературы, и это некое расширение, расширение горизонтов, поиск каких-то новых знаний, потому что часто в наших университетах все-таки учебники немножечко отстают, да, от реалии жизни. Я помню, что у нас по теории двигателя до сих пор считается классическим учебник, который рассказывает про ZIL-130 как о ноу-хау. Ну, понятно, что прошло уже немножечко лет 40, а то и 50, да, вот, и ZIL-130 уже давно нет. Как так нету? Их вообще можно найти. Нет, они есть, понятно, я к тому, что как бы завода уже даже нету, не то, что производство этого. Ну, да, тут хочется добавить, правда, несколько моментов. В паре моментов я с тобой абсолютно согласен, но один я бы хотел прокомментировать отдельно, как особое мнение сказать, хотя нас тут все двое, как бы. Абсолютно согласен то, что формула студент дает навык стрессоустойчивости, даже не только потому, что это соревнования, на которых там, ну, в принципе, на соревнованиях люди нервничают, то есть у них там много на кону поставлено, там соревновательные дисциплины. В принципе, многие недооценивают вообще сложность работы в команде. То есть, ну, многим кажется, ну, как, что, там, собрались в одном месте, цели поставили, задачи расписали, и давайте работать. Вот когда люди начинают работать в команде, они понимают, насколько тяжело работать с другими людьми, которые, ну, это другой человек, это не интерфейс программы, это не станок. У него есть какие-то свои личные там заморочки, свой темперамент. Разные по культуре, да, разные по бэграунду. Да, разная культура, кто-то пунктуален, кто-то не пунктуален. У кого-то какие-то свои сильные стороны, там, например, он хороший расчетчик, но он не может рассказать, что он делал, и не может подготовить хорошую документацию по этому, допустим, это полбеды. То есть, если он, бывают люди, которые, в принципе, не считают нужным готовить документацию, то есть со всеми ними надо учиться работать, находить какой-то подход. Вот у всех будут свои личные амбиции, потому что формула студент все-таки это не работа, где есть работодатель, трудовой контракт и зарплата. То есть тут вопрос вот этой притирки, он стоит более остро, потому что, ну, нет, грубо говоря, начальника работодателя, который в случае чего просто волевым приказом тебе скажет, вот делай вот это, и все, можешь роптать, можешь не роптать. То есть, если такими волевыми методами строить отношения в команде формулы студент, скорее всего, это все недолго просуществует на самом деле. То есть команда должна работать как команда, а не просто из-под палки одного там или двух, условно назовем это топ-менеджеров внутри этой команды. Это с точки зрения вот стрессоустойчивости работы в команде. Другой важный момент, который ты отметил, это навык поиска информации. Ко мне часто обращались раньше студенты. Сейчас уже не обращаются. Как-то то ли стало полегче, то ли я вошел в тот возраст, когда меня уже мелочными вопросами считают некомфортным отвлекать, может быть, студенты. Спрашивали просто какие-то простейшие вещи в том плане, что им говоришь, вот хороший учебник Рампеля. Читайте Рампеля по подвеске, по шасси автомобиля. И начинаются расспросы, а где взять, а могли бы скинуть. На самом деле он находится буквально там элементарно в интернете. То есть запросто, запросто. Потом это простой пример. На самом деле навык поиска информации, он чуть-чуть глубже. То есть иногда полезно залезть на зарубежный форум, посмотреть, какую литературу они там друг другу советуют. Точно начинайте искать эту литературу. То есть не все очевидно. У нас много литературы валяется в том же ВКонтакте, в тематических группах. Причем она валяется так, что поискивая ком-то ее не просто найти. Надо сначала найти тематическую группу. Там в каком-нибудь обсуждении будут выложены эти книги с корявыми названиями файлов. Специально, чтобы их там не чистили правообладатели. То есть такое тоже возможно. Я не советую как бы пиратскую литературу скачивать, но иногда не бывает, точнее нет возможности у студента сразу быстро получить то, что нужно. Потому что если не посмотрев книгу наугад все покупать на Озоне, там такие суммы набегут за зарубежную литературу, что просто невозможно студенту это осилить. То есть хорошая книга зарубежная на Озоне, нового какого-нибудь хорошего издательства, учебниками технически, может запросто стоить и 10 и 15 тысяч рублей, если переводить по нынешнему курсу. То есть и приходится искать иногда и выдержки из этих книг, и какие-то отдельные работы. То есть можно найти, искать много информации в статьях саевских, например. Или бывает, что университеты у себя на сайтах публикуют магистрские, бакалаврские работы студентов. То есть это тоже надо искать. Есть базы данных таких работ. И, в общем-то, за рубежом можно найти много уже работ по теме формулы студентов. Выпускных таких магистрских. Там тоже есть списки литературы. Все вот это приходится иногда перелопачивать, чтобы найти хорошую книжку. Вот. Но с чем я не согласен, ну или не то, чтобы совсем не согласен, но хочу сделать некую ремарку. Старая литература не обязательно плохая. Потому что теория ДВС, она в базе своей, в той базе, которая нужна студенту там второго-третьего курса, когда он еще не пошел в магистратуру, не занимается настройкой, калибровкой систем ДВС, грубо говоря. Теория ДВС, то есть она, в общем-то, не сильно изменилась. То есть терминер, раскладывать силы, это не поменяешь. То есть раскладывать силы в кривошепно-шатунном механизме можно научиться и на примере ЗИЛа-130. Понять откуда это? Да, это безусловно да. Я тут как бы не говорю, что в нынешнее образование нужно все выкидывать. Тут понятное дело, что этот учебник базовый, и от него никуда не денешься. Все теории, все процессы, они как были внутри цилиндра, так и будут. Просто вопрос, в принципе, интереса, потому что, ну, по себе замечал, это просто работает на интерес, когда тебе показывают автомобиль, который там новый, там еще какая-то система, там, например, у него там контроля фаз, у него хитрая система есть, систему управления фазами, и ты вроде читаешь и думаешь, такой, ух ты, круто, интересно. Хотя на самом деле, там, по уровню знаний нужно изучать именно там термех и как эти силы раскладываются в превошипно-шатунном механизме, и почему там, исходя из рабочего цикла двигателя, нужно эти фазы контролировать, чтобы там изменить форму, индикатор, диаграмму, условно говоря. То есть технически это можно делать и на более простых примерах. Но, как бы, интерес уже не тот, потому что, ну, я знаю, когда ты студент, все-таки не хочется там древность какую-то изучать, вот хочется что-то такое поновее, поинтереснее. То есть это просто больше даже новый учебник с новыми примерами, он интересен не сколько тем, что там какие-то новые гигантские откровения, а тем, что он создает большую вовлеченность в процесс. Вот. Я надеюсь, ты понял, что я хотел сказать. Да, да, да. Вот, ну, как-то так. Ты знаешь, здесь, наверное, вот немножечко возвращаясь назад, когда ты рассказывал про команду, да, про выстраивание всех процессов в команде, я вот о чем подумал. Когда ты приходишь в проект, тебе сколько? Ну, тебе 20, да, там, мне было, сколько я помню, 21 или 22, может, 20, но не суть важная. Ну, получается, там, третий, четвертый курс, да, кто-то приходит сразу и на первом курсе. Ты еще толком-то не знаешь, кто ты такой. Ты не знаешь, чего ты хочешь от жизни и что ты вообще можешь от нее получить, да. И этот как раз-таки проект, в том числе и про поиски себя. Ты в этом проекте находишь себя. Ты можешь там прийти сначала в один отдел, потом заняться совершенно другим. А можешь уже там в конце первого года обнаружить себе силы возглавить какое-то направление. Да, как у нас в команде, я помню примеры нескольких ребят, которые приходили, будучи первокурсниками, приходили в команду и к концу года, да, там становились очень крутыми специалистами и возглавляли отделы. Тот же самый, да, пример меня, когда там пришедший на двигатель, я нашел себя в итоге в маркетинге и потом пошел дальше. Ты, да, насколько я помню, ты рассказывал свое движение. Сначала ты был в одной области, потом в другой, потом вообще возглавил все. Возглавил все звучит как-то слишком глобально. Слушай, ну, ты знаешь, по тому, как оно идет, я так думаю, что это не слишком далеко от истины. Нет, ну, это все-таки преувеличение некое. Интересный опыт вспомнился. Вот ты сказал на тему найти себя в команде Monash Motorsport. Это, кто не знает, такая топовая мировая команда из очень сильного университета в Австралии, Monash University. У них заведена такая тема интересная. У них новичок, когда приходит в команду, он в течение нескольких месяцев обязан там по 3-4 недели отработать в круговую во всех отделах. Это круговая. И после этого, когда он в каждом отделе отработал, там через полгода условно, я не помню по срокам, но, грубо говоря, там первые полгода они крутятся по отделам, а потом они уже фиксируются на том, что им больше понравилось, либо где у них получился наиболее такой важный результат, полезный для команды. Понятное дело, что, наверное, это работает хорошо, когда у тебя большая команда, потому что, когда у тебя работает полтора землекопа в команде, там просто зачастую приходится какой-то область начать студенту заниматься, даже он может сильно этим не хотеть, но просто там нет никого в этой области. Такое тоже может быть. Ну вот, да, на самом деле, действительно, люди после школы приходят, очень мало кто после школы вообще представляет, кем он хочет быть. А если кто-то и представляет, то это некая идеализированная какая-то картинка, и она потом корректируется по мере того, как эти люди приобретают опыт взаимодействия вообще вот с реальностью, так скажем. Потому что я много раз видел людей, которые приходят, из них прям брызжет энергия, они такие, да сейчас я тут спонсоров найду, надо пообщаться, проект классный, команда классная, блин, все нас захотят спонсировать. Проходит пару недель, они понимают, что даже просто написав письмо в ряд компаний, можно ответ ждать неделю, просто физически. Можно ответа не дождаться, в большинстве случаев. Да, то есть даже если через неделю ответят, это будет хорошо, при том ответить может человек, который вообще не в теме, что за команда, кто ему там пишет, надо напрягаться, изучать что-то там. Слушай, но если такой человек ответит, значит уже дело не безнадежное. Ну да, удалось его значит чем-то зацепить, но это все равно отрезвляет во многом. То есть потом многие начинают думать, что вот мы сейчас спроектируем машину, а дальше все просто. Вот нас на ТКМ учили считать машинное время обработки деталей на станках. Вот мы сейчас за месяц изготовим изготовим машину, грубо говоря. Всю механичку проведем там, оттакарим все, что надо, фрезернем. Начинают искать, где делать. Если в университете станков нету, идут на сторону. Оказывается, что, блин, за дешево не делают в срок, потому что идет вторую очередь. За дорого тоже очередь и дорого. И сразу понимаешь, что на самом деле по срокам надо закладывать значительно больше туда, чем надо. Потом у нас, например, одно время в команде, когда мы отдавали детали на такую простую мехобработку в университете, было, например, выработанная практикой, ну, не правилом, можно сказать, рекомендация все допуски и посадки на чертеже ставить обязательно с указанием конкретного размера, величины допуска. Потому что у нас были случаи, когда не очень ответственный токарь, который делает халтуру когда-нибудь ночью, он смотрит такой там одиннадцатый квалитет. Сколько одиннадцатый квалитет на этот размер? Ой, да не помню. Сделаю вот так, точно постараюсь сделать, а как точно непонятно. И в итоге промахивались с допусками. Такое бывало. То есть такие нюансы попадаются. Потом ну много всего, много всего, к чему вообще студент не готов и университет может даже не даст эту информацию ему. Пока он с реальным производством как деталей, так и в принципе дело производством не столкнется. У нас в команде был один человек, который в общем-то в принципе занимался в основном бюрократическими задачами. Он делал очень много работы, перенося бумажки. Если бы он это не делал, то много бы всего не происходило. То есть человек бюрократ конкретный получился. Но как оказалось, что без этого нельзя. Бюрократию никто не любит, но заставить структуру крупного университета работать без этого оказалось практически невозможно. То есть потребовалось выйдить человека, который просто физически ходит по кабинетам. То есть он приносит письмо, нормальный человек что думает? Он принес письмо про ректору, положил секретарю. Секретарь там отправил на подпись. На самом деле это не работает. Ну, с некоторыми проекторами там это может не работать. Надо проконтролировать, а действительно ли письмо потом получили кому надо, не отложили ли его в долгий ящик, а для этого зачастую надо просто маячить перед глазами в проекторате, перед секретарем и так далее. Иногда полезно, как-то не все это знают, иногда полезно заводить хорошие дружеские доверительные отношения с секретарем, чтобы секретарь тоже давал информацию, там подписано письмо, не подписано. Это ускоряет работу. Вот эти моменты, они только на практике работы познаются. Ну, да, я тут вспоминаю относительно дружеские отношения с отделом выставок в Бауманке, которые помогали нам участвовать в тех или иных мероприятиях. Да, это все было. и ты правильно сказал насчет того, что эти случаются переломные моменты. И таких переломных моментов случается в течение проекта одного года очень много. Внутри команды, там, в отношении между людьми, снаружи, да, вот опять-таки с теми же самыми чертежами, с теми же самыми бумажками. это все некие переломные моменты, которые из какой-то идеалистичной картину мира, они превращают уже в более-менее реальный. И вот именно это позволяет по пришествии на рабочее место уже не удивляться каким-то процессом и не тратить время на какую-то степень адаптации. То есть ты в принципе уже понимаешь, как это все работает, как это все устроено, это вся бюрократия, эти какие-то технические организационные моменты, и ты просто принимаешь это как данность. Тебе уже не нужно встраиваться в какие-то рабочие вещи. Ты просто смотришь, ага, это было примерно так же, как у нас было устроено. Окей, ладно, так, значит, так. И становится все гораздо проще. И уже ты сосредотачиваешься именно на работе, на выполнении своих должностных обязанностей, а не на стрессе, который тебя преследует при выходе на, например, на то же самое первое место работы. И вот здесь второй момент этого столкновения реальности. Давай мы с тобой плавно перейдем к второй важной вещи, которую дает форма успех. Частично мы этого уже касались, это нетворки. И наверное, здесь уметь не будет поговорить про нетворкинг не внутри команды и даже не внутри, наверное, комьюнити нашего российского, хотя наверняка сейчас это тоже затронут. Но здесь, наверное, нетворкинг я больше имею в виду с зарубежными командами. То есть что это может дать для человека, для команды, насколько это вообще важная вещь. Ты имеешь в виду взаимодействие с другими командами, между командами? Да. Это на самом деле с профессиональной точки зрения это очень большое расширение кругозора, потому что у вас в команде принято так, в другой команде принято по-другому. Одна команда использовала одни решения, другая использовала другие решения. В этом плане формула студент она очень открыта, то есть в профессиональном автоспорте очень тяжело найти столько людей, которые готовы рассказывать про то, что они сделали и почему они так сделали. То есть это большая возможность узнать новых людей, посмотреть на их подходы к работе, потом эти люди выпустятся из университетов и неожиданно окажется, что вокруг вас целое такое сообщество в прошлом единомышленников, которые сохранили похожий дух, близкие вам по духу люди, которые работают в куче других организаций, потому что практически может пригодиться, например, когда в компании партнере видите своего знакомого по формуле студент или там из соседней команды. И сразу как-то отношения уже налаживаются лучше, складываются рабочие взаимоотношения лучше. У вас есть какой-то общий бэкграунд, да? потому что люди, они такие вообще, человек это существо социальное, а социум он всегда должен на чем-то объединяться и группы внутри социума они тоже как-то объединяются. Именно поэтому там в американских университетах так привлекательно для студентов эта тема со студенческими клубами вот этими там, которые они греческими буквами любят обозначать. Потому что ну вроде как создается такой орел, ну некий даже мистический орел, что вот мы объединены каким-то общим ну можно сказать бэкграундом, но в данном случае с клубами это просто просто чем-то общим объединены принадлежностью к клубу. Тут все происходит более практично, тут вы объединены не искусственно созданным каким-то клубом, а тем, что у вас были похожие интересы, вы решали похожие задачи. Вы знаете, как это работает, и вы соответственно уже говорите на похожем языке даже. Вот. То есть вы начинаете свою проблему описывать, а ваш партнер такой, да-да-да, я это знаю, мы это проходили. И при этом это именно ваша инициатива, а не кто-то вам сказал иди вот к этим вот ребятам и заобщайся с ним. Да, это вот очень важно, когда это твоя инициатива, это абсолютно другая ситуация, то есть инициатива значит мотивация, раз мотивация значит вовлечение больше процесса, значит как бы эффект больше. Эффективнее работаешь, эффективнее получаешь новую информацию, эффективнее ее осмысливаешь, то есть тут просто по всем фронтам плюсы в этом плане. Ну и конечно как-то есть такой глобальный общий такой человеческий плюс, то что в принципе расширение кругозора, общение с разными людьми из разных стран в том числе, оно помогает строить как бы мосты между людьми вместо стен, вот поэтому одни плюсы, то есть в этом плане чем активнее команда и участник команды взаимодействует с другими командами, тем лучше. Ты знаешь, да, здесь бы я еще хотел отметить, что не только мосты с другими, но еще ты начинаешь больше понимать себя, потому что ты смотришь на других, вот мои впечатления, когда мы в 15-м году первый раз выехали на соревнования, я первый раз попал в Европу. Естественно, там в моей картине мира Европа на тот момент это что-то нечто идеализированное, где все идеальные, где нету проблем, не то, что в этой стране под названием России. как это типично. Да, 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 при этом в результате по окончании поездки у меня было абсолютно другое уже мироощущение, мировоззрение, что ничем особо-то не отличается, когда я там в Вене, мы были в Вене, там заехали и просто, не знаю, там то ли окраина, то ли где-то ближе к центру, просто был пустырь, поросший сухой травой. Думаю, окей, ладно, классно, как в Москве. Заехали, заехали там, не знаю, там едем по трассе, там заехали в какой-то польский городок, ну, те же самые бомжи, что и у нас, да, только разговаривают на польском. Слушай, это отдельная тема, на самом деле, поскольку мы ездили часто на машине, мы видели не туристические маршруты, а когда ты на машине прошиваешь город от пригорода до центра, ты такого насмотришься, то есть, например, тут же Рим, он в центре офигенно красивый, там такие памятники, начинаешь об этом задумываться, сколько веков они стоят, когда въезжаешь с него с окраин, там, я извиняюсь, ну, немножко срач в жилых кварталах, то есть, и гулять там как-то не очень хочется, от слова совсем, да, и так везде, то есть, ну, тут как-то вспоминается классическая фраза, что хорошо там, где нас нет, вот, классического праздника и гулять ума. И возвращаясь вот к теме простого, обычного дружеского общения, это уникальный опыт общения с людьми с другой стороны земного шара, то есть, я помню, как я общался с ребятами из Питтсбурга, и это было абсолютно потрясающе, как мы прекрасно общались с командой из Сербии, до сих пор это моя любовь, команда Родеру, долгое время потом еще поддерживали связь, и это действительно потрясающе, то есть, ну, на самом деле, даже меня лично, да, там, пару раз ребята вручали на соревнованиях там, вот, в Чехии, когда мы с ним пересекались, и вот это вот создание связи, вот именно каких-то дружеских даже, да, по всему миру, это просто, даже хорошо с той точки зрения, что по всему миру появляются друзья, и при удачном раскладе, да, тебя могут ждать в любой точке мира, ты знаешь, что если ты куда-то там прилетишь, да, то везде у тебя кто-то есть, и, возможно, даже они с тобой будут готовы встретиться. Слушай, ну, тут можно вообще протянуть ниточку к таким общечеловеческим ценностям, что когда ты постоянно взаимодействуешь с людьми из других стран, других культур, то ты просто не можешь необоснованно ненавидеть их. То есть, это снижает градус ненависти. Ты лучше понимаешь индусов там. Ты понимаешь, что да, у них другая культура, но это те же самые люди, они похожие задачи решают так же, как ты, то есть, нет ничего в этом особенного, то есть, у них те же проблемы в командах, вот, они так же через это проходят там, то есть, у них, да, другая культура, другая страна, есть свои, то есть, мы на самом деле не так давно, грубо говоря, можно сказать, вылезли из Средневековья и до сих пор очень много каких-то националистических предрассудков, то есть, я не осуждаю национализм сейчас, в общем, я не хочу сейчас этого касаться, но именно именно таких предрассудков конкретно много еще осталось. Такого некого местечкового мышления, да, что да, 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 то, что вот они не мы, они плохие, они то, они все там, вот, а когда ты так общаешься, мы общались с ребятами с Украины, никаких не было проблем, даже уже после Крыма. Слушай, ну, я, вот сколько я судил, я общался с представителями подавляющего большинства европейских стран, там, Польша, Венгрия, Чехия, ну, то есть, все западноевропейские страны, скандинавские, общался с США, со студентами США, Канады, Бразилии, то есть, с китайцами, с японцами, с индусами, мне сейчас комфортно общаться с людьми любой национальности, то есть, я вообще не понимаю, откуда могут какие-то националистические предрассудки появляться в принципе, хотя при этом некоторые особенности национальных культур отдельных народов мне не нравятся, а некоторые даже на уровне эмоций они могут меня раздражать, но, как бы, ты головой это понимаешь, и ты уже можешь работать с этим человеком. Вот у меня среди знакомых почему-то все люди, которые либо такие националисты, либо как-то латентно их поддерживают, это люди, которые практически никуда не выезжали. Все, кто много куда ездит, они как-то освобождаются от вот этой всей фигни, я бы сказал. Но, к сожалению, просто мы живем в такое время, в такой стране, когда не у всех есть возможность везде поездить. в этом плане формула студент, она, конечно, дает очень большое, такое открывает окно возможностей, когда на одном крупном соревновании в Европе собирается представители 15-20 стран из разных уголков мира. Это классно, реально классно. И у всех есть общая цель, то есть они собрались там не обсуждать политику, а вокруг политики всегда много какой-то там вражды, ненависти и спорных тем очень таких. Они собираются вокруг конструктивной такой светлой цели, все строят машины и обсуждают, сравнивают их по-хорошему. И говорят при этом на одном техническом языке, который универсален, несмотря на там даже, возможно, разные терминологии. Да, да. Ну, тут, правда, можно посетовать, что это язык английский оказался исторически. Ну, слушай, а все-таки а как же немецкий? Много и немецкого в техническом языке. Да, много и немецкого технического, потому что Германия это, в общем-то, ведущая индустриальная держава европейская, но мы же все знаем, что на формуле стен Германии все говорят по-английски и официальный язык там только один английский. Им со второй мировой запрещено говорить по-английски. Шайза. Да, знаменитый, как это был, какой-то анекдот. Здесь можно травить анекдоты, интересно. Это мой подкаст, наверное, можно травить анекдоты. Вы подкаст, твои правила. Да, мой подкаст, мои правила, тем более я рассказываю анекдоты. Кстати, это вообще перевод лозунга, который немножечко попахивает национализмом исторически. My Life, My Rules. Там есть истории не очень хорошие с этим связаны. Я, кстати, не знал. Ну, там если покопаться, да, есть. Я просто не знаю, появился ли этот лозунг именно в среде националистов скинхедов, либо же просто были отдельные инциденты, когда его использовали, но были такие случаи. Так что осторожней с ним. Да, я его, кстати, как раз не использую. Это так что тебе скорее адресуется. Такого анекдота. Пилот заходит на посадку во Франкфурте. И немецкий немецкий диспетчер начинает ему там что-то на немецком говорить. Вы что, вы куда вообще там летите? Вообще там понимаете, в очередь нужно становиться, а куда вы там без очереди лезете? Садитесь на полосу два. А где эта полоса номер два? Вот, вы что, во Франкфурте никогда не были. Был ночью в 43-м. Полполосы видно не было. Ну, да, да, то есть. Анекдот на самом деле мне кажется анекдоты такого плана появились реально достаточно давно, потому что я еще в советских фильмах видел такие сюжеты. Забыл, фильм был с Леоновым какой-то, где как раз-таки у него спрашивали, бывали ли когда-то в Берлине. Он отвечает, да, бывал. Спрашивает, а как вы, типа, по работе или туризм? Ну, типа, да на танке ездил по долгу службы. Туризм по работе. Ну, не такой такси-туризм. Ну, на самом деле для немцев, вот, например, я знаю, что для немцев Вторая мировая это несколько больная тема, то есть они любят ее вспоминать, но не любят вспоминать не потому, что для них больно, что они проиграли. На самом деле очень много немцев до сих пор испытывают некий комплекс вины за вот этот период фашизма. Причем это немцы, ну, поколение, которому сейчас там от 40 и больше лета, то есть молодежь уже как-то как-то меньше. Умеры, да, и поколение Y. Да, да, вот именно вот эти вот. Поэтому, ну, мне, например, я не очень люблю с ними такие шутки травить, потому что, мало ли, ну, как-то, знаешь, по-живому пройдет. Ну, да, 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 то есть, ну, тут понятно, что как раз-таки вот этот культурный контекст, его и нужно понимать, и он приобретается исключительно при общении с представителями другой культуры. Да, да. Нельзя индийца назвать индусом, потому что вполне возможно, что он окажется мусульманином из Пакистана. Да, есть тоже такой нюанс. А у пакистанцев с индусами есть проблемки некие. Да, да. Так, возвращаясь к теме нашего подкаста, отчет, что-то мы ушли в национализм и в анекдоты. Смотри, мы с тобой обсудили, что для студентов формула студент это уникальный опыт получить новые технические знания, усовершенствовать полученные технические знания, да, интеллект технические, да, вспоминать там тот же маркетинг, тот же бизнес-презентацию, кост-репорт. И также понять себя, завести какие-то новые контакты, друзей внутри сообщества, если мы говорим про Россию, внутри российского сообщества, формула студент, за пределами России на международных соревнованиях. в будущем году надеюсь, что на международных соревнованиях в России. Но вот что вот это вот все дает для работодателя? Почему ему хорошо получить человека из проекта формулы студента, а не просто выпускника университета? Ну, скажем так, работодатель, он заинтересован все-таки в хорошем работнике, если это неэффективный работодатель, конечно. Работодатель работнику платит деньги, и, естественно, он хочет видеть отдачу. Вот. И в этом плане, но работодатель, он покупает способность к труду работника. работника, естественно, никто не хочет покупать фигню какую-то. Вот. И в этом плане, особенно с учетом того, что в реальной жизни реальная работа это не просто теория какая-то, которую вам начитали в университете, это еще то, что сейчас с какого-то момента вошло в обиход у нас в русском языке английское понятие soft skills, еще вот эти вот, то есть навыки адаптироваться, навыки коммуникации с коллегами, навыки презентации ваших решений, даже если вы просто инженер, все равно ваше техническое решение вам надо как-то показать хорошо. То есть вот это все, оно должно быть прокачано у работника. И формула студента это прокачивает дополнительно. Поэтому работодателю выгодно, и все, что мы сказали для студентов, оно просто априори можно все там предыдущие, сколько мы уже 40 минут разговариваем за вычетом там тем про мультикультурализм и национализм, это все можно перенести просто в плюсы к работодателю. То есть это то, что будет нравиться работодателю и что ему полезно. Вот. Но это как показатель. То есть работодатель уже знает, что человек такой нюхавший порох в этом плане. поэтому тут как бы без вариантов при прочих равных любой работодатель, который понял, что такое формула студент, ему это рассказали, он возьмет человека из проекта. Даже если его работа напрямую с этим не связана, с постройкой машин, компонентов к ним и так далее. Да, и здесь наверное из того, что можно добавить, это нужно всегда уметь себя презентовать. Даже если вы инженер, даже если вы там планируете занять должность расчетчика, но естественно у вас уже есть какие-то преимущества перед тем, кто не участвовал в формуле студент, и вам важно уметь это показывать. Не только там на практике выполняя какие-то тестовые задания, но даже и в каком-то своем общении. И как раз-таки здесь навык вот этого нетворкинга, навык той же защиты конструкции, если мы говорим именно о инженерной части, на английском языке. То есть уже априори состояние двойного стресса. Вы должны что-то кому-то рассказывать, какому-то незнакомому человеку в чужой стране, там возможно. Еще и на английском языке. И вот этот стресс, он гораздо сильнее, чем когда вы придете к реальному работодателю, который будет с вами говорить на русском языке в России. Понятное дело, что вы будете нервничать, потому что это работа, но тем не менее, уровень стресса будет уже поменьше, потому что вы будете примерно понимать, на что вы способны. Естественно, вы поймете, на что вы способны, только где-то через несколько лет реально работать. Как бы там не было, но уже какие-то базовые понимания себя у вас уже будет. И вот здесь наверное нужно немножечко дать такую географическую справку. Все-таки в России у нас пока еще мало работодателей понимают, что такое формула студент в силу различных особенностей, различных причин, но на Западе, где у нас уже формула студент, это давно известный совершив все факт. Как на Западе относятся к формуле студент и что на Западе для студентов предлагают? Ну, на Западе к этому относятся максимально положительно, то есть студент, который не был в формуле студент, когда у него в университете есть команда, может быть какой-то неправильный студент с точки зрения западного работодателя, но если это специальность конечно более-менее профильная, то есть профильная я имею ввиду инженерно-техническая, потому что у них и люди, которые занимаются авиационкой, тоже участвуют в формуле студент там, например, в команде технического университета Делфта почти половина команды это с аэрокосмического факультета, у них там направление аэроспейс инжиниринг, вот, то есть, ну, фактически там вся индустрия знает, что такое формула студент, у нас, я замечал такое забавное отношение, что немножко подводит само слово студент, все слышат формула студент, и все сразу вспоминают Шурика из комедии, вот, ну, типа, студент, что это такое, машинки там какие-то строите, вот, нет, на Западе уже давно нет такого отношения, ну, его никогда не было к студентам, наверное, и для них такой студент это уже, значит, высококлассный специалист, которого можно сразу кидать на амбразуру реальной работы, то есть, не надо бояться, что он там завалит план график, просто потому, что он не разобрался, как-то не оценил свои силы, вот, ну, и да, самому студенту, кстати, вот, мне понравилась твоя отсылка к уверенности на собеседовании, по факту защита конструкции это идеальная имитация собеседования на работе, потому, что в отличие от экзамена, где у вас есть список, ну, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев есть список вопросов, билеты, на защите конструкции вы знаете принцип, по которому судья будет задавать вопросы, но вы не знаете, что он спросит, и в этом плане вам тоже нужно быть готовым справляться с вот этим стрессом неопределенности, и когда вы придете к работодателю, на самом деле никто не знает, как пойдет собеседование, то есть у меня было одно собеседование, когда мы сидели в кабинете у начальника отдела, и он пытался задать мне каверзные вопросы, ну, пытался, потому что они оказались не очень каверзные, то есть, вплоть до того, что он привел мне какую-то детскую задачку, где-то нарисовал автобусик без дверей, спросил, в какую сторону он едет, вот, ну, он, наверное, ожидал, что, ну, раз у нас движение правостороннее, значит, если без дверей автобус, типа с левой стороны, значит, вот он едет в соответствующую сторону, я просто не помню, куда он рисовал лицом, но понятно, что если мы видим левую сторону, то, значит, едет он влево, вот, ну, тут возникает вопрос, может, он просто задает задом, вот, меня это так позабавило, потому что я буквально только что вернулся из Англии, где движение в другую сторону, поэтому я ему сразу целый букет возможностей предоставил, куда он может ехать, в каких ситуациях, вот, такое встречалось, другое собеседование было, это когда просто все собеседование происходило в процессе показа мне производства, вот, абсолютно другой формат, у меня один знакомый пошел на собеседование, в итоге собеседование он провел в закусочной с директором, в такой неформальной обстановке, все абсолютно по-разному, и непонятно, когда будет просто общение, когда будут жесткие вопросы, то есть очень сильно по-разному, после защиты конструкции в формуле студент, да студент практически ко всему готов уже, особенно, если он попал на таких хороших жестких судей с хорошим опытом, вот, например, студенты, которые защищались у Клода руля, им, наверное, уже ничего не страшно. ты знаешь, здесь я вот хотел сделать еще две ремарки, некое-таки дополнение, вот, ты говорил про свой опыт собеседования, и я вот какой вещь подумал, даже если работодатель, ну, я сейчас говорю, наверное, больше про некий свой опыт, не про инженерные вещи, но я думаю, к инженерным вещам это тоже вполне себе применимо. Когда вы приходите на собеседование, да, вы не знаете никого из этих людей, они спрашивают, там, ваш бэкграунд, вы говорите формула студента, они не знают, что такое формула студент, и, естественно, у них, если они в вас действительно заинтересованы, у них возникает вопрос, а что это? И, наверное, только по вашему рассказу им становится, если это действительно хорошие люди, которые, разбираются в людях, а не просто какие-то там среднестатистические, номенклатурные руководители, если они действительно разбираются в людях, если они действительно понимают, кто им нужен, они уже только по вашему рассказу, насколько горят у вас глаза, как вы рассказываете, они уже понимают вашу вовлеченность в проект, вашу отдачу этому проекту, и, соответственно, они уже примерно понимают, на что им рассчитывать в будущем. И второй момент, в дополнение к тому, что говорил про Delft, я вспомнил, как у них был rollout, по-моему, это был год 18-й, 17-й, 18-й, не суть важна. И они проводили его на базе, по-моему, Bosch, голландского Bosch или Siemens, у них в офисе. И там как раз был руководитель, один из руководителей этой компании, где они проводили презентацию. И он говорит, что вот мы решили поддерживать команду Delft, потому что у меня в отделе работает 2 или 3 человека из команды Delft. И я понимаю, что я могу этим людям поручить абсолютно все, и я получу результат наивысшего качества. И говорит, я настолько рад тому, что у меня эти люди есть, что на этот год я собираюсь взять еще трех людей из команды. Именно из команды, не просто из какого-то университета проводить какой-то отбор, а просто внутри команды отобрать людей. То есть это опять-таки формула студент на Западе, это показатель качества. В той же самой Германии во многие компании без опыта формула студент могут просто не взять, по крайней мере, в автоспортивные подразделения так точно. Да, это сто процентов. Например, скажем так, главный автоспортивный университет Англии Oxford Brookes, там много команд Формулы-1 поддерживают автоспортивный факультет и в том числе команду с целью, чтобы оттуда потом рекрутировать студентов к себе. В этом плане, да. То есть вот именно формула студента, да, это вот некий знак качества, показатель того, на что вы способны, на Западе точно. И хотелось бы, наверное, от наших команд тоже видеть вот эту, не то чтобы даже самообдачу, а подтверждение что-ли вот этого качества. То есть понятное дело, что здесь движение с двух сторон, да, и со стороны работодателя, спонсоров, университетов, но также это и движение со стороны ребят, со стороны именно самих участников. Не относиться к проекту как к какой-то внеклассной активности, которая, ну, бонусом там, возможно, даст еще выезд на соревнования, возможно, даже в Европу, где можно будет просто отдохнуть. Понимание того, что формула студент – это ваш, возможно, да, так громко сейчас будет сказано, билет в мир серьезных компаний, серьезных работ и серьезных задач. Причем я сейчас говорю даже не только про какие-то отечественные, да, компании, но и про те же самые западные. Здесь мы плавно, да, там прокладываем ниточку обратно к тому же самому надворку. Да, ну, как ниточка, тут целая паутина получилась. Да, да. Ой, какая неожиданная игра слов, да? Да, да. Сплели ниточки в паутина. Ну, да, абсолютно верно, абсолютно верно. Вот, ну, а с точки зрения автоспорта, так формула студент – это вообще то, что надо, потому что, да, формула студент – это все-таки инженерно-технические соревнования, но сам продукт, гоночный автомобиль, выбран не случайно, потому что это в том числе очень эмоциональный продукт. Он, ну, слава богу, это не самолет, на нем сложнее разбиться, потому что ошибка, как-то, естественно, отбор среди авиаинженеров, он беспощаден просто. Вот, если им пришлось бы летать на этом. В этом плане, тут такой формат соревнований, когда строится гоночный автомобиль, это идеальный баланс между определенными эмоциями, связанный с тем, что это гоночный автомобиль, это быстро, это красиво, это, ну, скажем так, определенный адреналинчик даже. Вот, при этом это не абсолютно безрассудно, как ни странно, то есть сам формат проведения соревнований. И да, это больше продукт, но если после этого вы хотите попасть в автоспорт, то у вас не просто вот эти навыки развиты, а вы уже и работали с конкретным продуктом, который, по своей сути, вот он, автоспортивный предмет, так сказать, гоночный автомобиль. И у вас был тот же самый цейтнот. Да, да, то есть все очень знакомо, и в этом плане попадание в сферу автоспорта, оно при желании, если вы хотите туда попасть, оно стопроцентное из формулы студента. То есть как только вы захотите, вас, скорее всего, туда примут. Ну, естественно, если вы не приехали, точнее, если вы не участвовали в соревнованиях ради футболки и поездки в Европу. В этом плане, да. И, к сожалению, есть такие люди, но они быстро отсеиваются. А так, да, при прочих равных, в общем-то, даже у нас формула студента – это просто не общепризнанная, но это некая гарантия качества студента, потому что все равно, даже если он не хватает звезд с неба, то он все равно лучше знает тему, больше навыков имеет, чем студент, который не занимался формулой студент. То есть тут без вариантов просто. Один занимался, другой не занимался. Понятно, что кто занимался, даже если он занимался, может быть, там, не на 100% и не на 110% своих возможностей, понятно, что он будет иметь больше навыков и компетенций, чем тот, кто вообще к этому не подходил и даже не задумывался. Вот. Но с точки зрения автоспорта тут, конечно, в нашей стране автоспортивная индустрия, она развита не так сильно, как в той же Германии или Англии. Но, тем не менее, многие находят выход в судейство, то есть не обязательно именно в производство в сфере автоспорта, то есть там комплектующих, не обязательно в гоночные команды, можно уходить в судейство. У нас очень много людей являются сейчас аккредитованными или лицензированными судьями Российской Автомобильной Федерации, кто прошли школу формулы студент. Таких примеров очень много. Можно даже по именам их поназывать, но не знаю, не знаю. Кого-нибудь забудешь назвать, он скажет, эх ты какой, его назвал или не назвал. Давай ограничимся двумя присутствующими здесь людьми, да, при этом упомянув, что ты студия высшей категории. Ну да. С этого года. Да, с этого года. И многие, многие другие, кто прошел формулу студент. Да. И кто, я думаю, что так или иначе окажется гостями наших будущих выпусков. Ну, в общем-то, у нас даже в составе нашей организационной группы, которая организует формулу студентов в России, соревнования сами, просто очень много людей, кто является спортивным судей Российской Автомобильной Федерации. И они из-за этого имеют достаточно большой опыт в автоспорте и, в принципе, в организации судействия соревнований, что, ну, я бы сказал так, с точки зрения специалистов в области автоспорта по спортивной части, у нас состав посерьезнее, чем на любых других спортивных соревнованиях. То есть у нас в составе орггруппы три человека, которые будут находиться в пункте управления гонкой в Рейсконтроле во время Гран-при Сочи. Неплохая такая-то компашка такая. Как раз-таки, опять-таки, да, такая еще одна ниточка, что, по крайней мере, для Российской Автомобильной Федерации формула студент именно с точки зрения кадров – это точно не пустой звук, а потому, что озвучил Андрей, это знак качества и заявка на обладание неким набором навыков, которые, безусловно, пригодятся той же самой самой автофедерации. То есть и автофедерация здесь уже может полагаться на этих людей и уже иметь какой-то уровень ожиданий минимальный от этих людей. Ну, в общем-то, так и есть. То есть я как человек, можно сказать, ну, я не сотрудник Российской Автомобильной Федерации, но я постоянно, скажем так, работаю с Автомобильной Федерацией как судья на соревнованиях, как преподаватель отдела подготовки Гран-при России. Могу сказать то, что да, для Российской Автомобильной Федерации как бы факт участия в формуле студента – это действительно знак качества. То есть к этому человеку будет меньше вопросов, его будут охотнее брать на ответственные должности. Но понятное дело, что на самом деле вот у нас Автомобильная Федерация, она, в общем-то, проводит очень большую работу по подготовке спортивных судей. У меня есть с чем сравнить, потому что я в том числе член клуба маршалов Сильверстоуна. Ну, могу сказать, что наши судьи как бы именно в автоспорте маршалы в среднем за последние 6 лет уровень очень сильно поднялся, и сейчас это такая, можно сказать, одна из топовых команд. Ну, не все, а понятно, что разные ситуации возможны, но бригады, которые работают на Гран-при России, это реальные профессионалы своего дела. Вот. Все равно будет отбор, но тем не менее, как показатель качества формула студент уже себя зарекомендовала. То есть не было ни одного выпускника формулы студент, который бы пришел бы в судейство автоспортивных соревнований и как-то там провалился. То есть все выступали очень хорошо, все хорошо работают, все увлечены, все готовы изучать новое, и они не просто готовы, они могут это изучать. То есть просто уровень все-таки заметен, разница к уровню. И здесь, наверное, в отношении российских компаний, да, мы можем сказать, что нет, еще, наверное, не набралась некая критическая масса выпускников, наверное, да, после которой можно было бы уже сказать, что все там для российского бизнеса, формула студента тоже на качестве. Кроме Рафа, я, наверное, могу еще вспомнить НАМИ, в которой тоже много выпускников формулы студент работало, и я думаю, там тоже как минимум наслышан плохого формулю студент. Да, как максимум тоже для них это некий знак качества. Ну, я думаю, тут уже без сомнений, потому что очень много выпускников МАДИ, МАМИ и БАУМАНКИ там работали или работают, и, собственно сказать, у нас достаточно много судей конструкции из НАМИ, как выпускников команд, так и нет. То есть внутри НАМИ точно знают, что такое формула студент, и на таком низовом уровне многие сотрудники, они поддерживают этот проект, участвуют в судействе, потому что они понимают, что потом эти студенты из формулы студент, возможно, будут их будущими коллегами. То есть рекомендация, можно сказать, формула студента себя зарекомендовала. На самом деле есть еще один пример. Например, тавтология получилась, но тем не менее. Компания Матюль. Да, кстати, да. То есть там, можно сказать, просто целая плеяда выпускников команды МАМИ, потому что для Антона Малашева, который тоже выпускник одного из первых составов, по-моему, даже самого первого, сейчас уже плохо помню, когда он пришел в команду, вот он чуть-чуть постарше меня, то есть он, наверное, году, ну, наверное, да, он в первом составе уже был. Вот. Он в Матюль занимает очень хорошую должность, и для него выпускник формулы студент – это знак качества тоже. Да. Сам это прошел, поэтому он знает, какие компетенции он может ожидать от этого человека. И, естественно, он с охотой берет к себе выпускников формулы студент. И ты знаешь, при этом, вот, недавно я видел пост, я так понимаю, по результатам выставки «Автокультура», да, которая была в Архангельском, пост тот, пост там был примерно следующего содержания, что Матюль для меня – это Игорь, Марина и Антон. То есть, опять-таки, сторонний человек говорит о том, что для него Матюль в России – это вот именно люди, возможно, этот человек не знает там их бэкграунды, да, но именно вот эти вот люди, у них бэкграунд формулы студент. И для меня это было, как для человека, увлеченного в организационный процесс формулы студент России, это, наверное, было так же приятно, как для тех людей, кого упомянули, да, потому что это, опять-таки, показывает, что это знак качества не только для компании, внутри компании, но эти люди приносят реальную пользу и вовне компании, то есть транслируют именно вот эти вот ценности. Да, да, то есть я правильно понял, что человек, который не знал, что люди с формулы студент, все равно отметил, как бы, деловые качества перечисленных троих персон. Ну, это ожидаемо, ожидаемо, я не удивлен. На самом деле, не, ну, вот эти все примеры, это они в основном касаются московских команд, но в других, в регионах же то же самое. То есть, ну, просто я москвич, я не хочу там сильно про регионы сейчас рассуждать, про частные случаи, но, вот, например... Вот оно, это сновство московское. Не хочу про частные случаи рассуждать в каких-то там регионах. Началось, нет. В данном случае просто боюсь допустить фактологическую неточность. Вот. И москвич, то есть, если бы я жил в Нижнем Новгороде, я бы также с осторожностью рассуждал о ситуации в Москве. То есть, это нежелание допускать фактологических ошибок. Ну, заживались мы, что рассуждать? Где же эта фактологическая ошибка? Ну, я с чего начал-то? Я с того, что, в общем-то, тоже ККБ Автолаза, в общем-то, тоже прекрасно знаешь уже, что такое формула студент. То есть, потому что у них есть команда в Тольятти. И выпускников в Тольятти просто с радостью берут многие предприятия, которые там расположены. Именно выпускников команды Тольятти. То есть, как мне говорил куратор команды Александр Бобровский, в общем-то, там еще на этапе магистратуры многие уже находят себе работодателя будущего в команде. И уходят на заработную плату, которая в среднем на 20-30 тысяч выше, чем средняя зарплата по региону для выпускника ВУЗа. Это круто. То есть, там, например, для них это очень большое подспорье в будущей жизни. Особенно с учетом того, что в Тольятти вообще, ну, там с работой сейчас не очень хорошо все. И поэтому для ребят, которые в противном случае, скорее всего, будут париться с поиском работы по специальности, либо уйдут в сферу обслуги какой-нибудь, либо вообще уедут из региона. Да, уедут из региона. То формула студент для них это шанс устроиться на работу. И что самое интересное, это шанс еще и выбрать работу, потому что, ну, они могут и уехать из региона, и все равно у них будет преимущество перед теми, кто просто так уехал из региона, пропустив участие в формуле студента. И в глобальном плане это не то, чтобы, конечно, слишком глобально так говорить, но шанс для того же самого региона окончательно не перестать быть привлекательным. Да, отчасти. Ну, скажем так, все-таки, назовем так немножко физическим термином, мощность выпуска из формулы студент пока маловато. То есть количество студентов, которые каждый год выходят из проекта, пока мало. То есть тут хотелось бы команд побольше. Это вот как раз то, что я говорил, да, что еще нет пока критической массы. Да, да. И вот здесь, наверное, вот момент, да, поскольку мы в Москве, мы, да и, наверное, люди из других регионов, да, например, те же ребята из Тольятти, они плохо понимают, да, там, ситуацию в Белгороде и наоборот. И здесь, наверное, нам интересно было бы услышать, как дела обстоят у вас в регионах, насколько региональным командам помогает формулы студент в поисках работы. И действительно ли то, что мы сейчас говорили про Тольятти, про Москву, оно справедливо и для других городов. Пишите в комментариях к этому видео, очень интересно будет узнать. Ну, я думаю, нам надо постараться потом рассказывать везде, где только можно. Надо, в принципе, я считаю, пообщаться с выпускниками команд из регионов, потому что я вообще буду радоваться, если у нас чаще будут появляться люди из регионов. Потому что вот ты меня тут обвинил в снобизме. На самом деле я очень был бы рад, если бы ребята из регионов чаще появлялись в подкастах у меня на канале, активнее участвовали в организации. Кстати, тут стоит отметить, например, что у нас в этом году на техинспекции, в соревнованиях достаточно приличное количество людей, не из Москвы, которые едут специально, чтобы поучаствовать в роли техинспектора, волонтером на соревнованиях. Вот, и это очень приятно. Это офигенно. То есть, это даже одна из таких моих внутренних целей и пожеланий, это чтобы к нам начали ездить судьи и волонтеры, и, ну, соответственно, там, и техинспекция из регионов. По маршалам, например, маршала на дистанцию на наши соревнования, мы берем лицензированных маршалов РАВ всегда, то есть, условно говоря, профессионалов. Вот на некоторых европейских соревнованиях там, можно сказать, по объявлению набирают, и там видно, как на данной дистанции люди косячат маршалов именно по вмешательству, по уборке после каких-то инцидентов. У меня есть целая подборка таких косяков. Вот, в нашем случае мы действуем, скажем так, поскольку очень много людей профессиональные судьи, мы не можем, как бы, закрыть глаза на безопасность на трассе. Вот, и у нас традиционно уже, например, бригада из Нижнего Новгорода приезжает, маршала. То есть, это люди изначально, которые вообще, кстати, в проекте формулы студентов не были, но они, когда увидели соревнования, они их настолько это порадовало, что они едут на вроде бы не очень крупные российские соревнования из Нижнего Новгорода маршалами, просто постоять на трассе, вот, не какими-то там важными веб-гостями, судьями. Вот. То есть, вообще, формула студента, она со всех сторон может притягивать людей и может быть интересной. В этом как раз, да, магия формулы студента, потому что те же, могу отметить по судьям бизнес-плана, да, а те, кто ничего не знал о формуле студента или знал только по моим рассказам, с большим удовольствием подписываются еще раз на судейство, и очень им нравится этот процесс. Да, хотя, казалось бы, уровень наших команд мог бы отпугнуть кого-нибудь, некоторых наших команд. Ну ладно, ладно, это так. Больше пошутил, конечно, но на самом деле, действительно, когда соревнования маленькие и явка маленькая, и если вдруг еще не повезло, что в списке команд на судействе нет сильных каких-то команд, это может немножко мотивацию, конечно, разрушить в том плане, что человек может, как специалист состоявшийся, он может ожидать там офигенно классную презентацию, ну в стиле того, что он просто с этим давно работает, ему кажется, это просто. Вот. Ну и он, естественно, думая, что это лучшие студенты, он будет ожидать уровня там примерно как вот он работает. И когда он такого не увидит, то это может подпитать вот этот миф, который я говорил про формулу студент как что-то несерьезное. То есть, ну, студенты, что они там могут. Вот. Но, как ни странно, этого практически не происходит. Я опасаюсь это, что у нас некоторые судьи будут отказываться, потому что вот последние два года не то, чтобы наши команды плохо выступали, но сам факт, то, что нет европейцев, команд мало. Мне всегда так, я опасаюсь, когда приглашаю людей, что они скажут мне, слушай, это уже надоело, неинтересно. Но, как ни странно, они соглашаются каждый год. То есть, очень мало кто говорит, что ему это неинтересно. Иногда бывает пропускают по личным причинам каким-то. Да, да. Там работа не удалось. Но вот по судям конструкции, с которыми я работаю, я вычислил только одного человека, которому конкретно это оказалось неинтересно. То есть, он поучаствовал, он честно поучаствовал, хорошо посудил, но там устал, неинтересно, не зацепил. Я вот только одного знаю. А ты знаешь, у меня с бизнесом та же самая ситуация. Я думаю, это типично. Мы тут, как-то у нас нет сейчас представителя дисциплины отчета стоимости и производстве. Я думаю, там то же самое. Я хочу после формулы студент России сделать подкаст со всеми руководителями дисциплины и обсудить результаты ФСР. Слушай, ну у нас тут два уже есть руководителя дисциплины, по факту. Осталось только 5? Да. Да. Не, ну у нас есть еще динамические дисциплины, конечно. Можно и там что-нибудь обсудить. Да. Ну и на самом деле это не считается дисциплиной, но техническая инспекция – это большой пласт внутри формулы студент, который все-таки вскрывает то, как команды готовятся, как они планируют свою подготовку. Потому что приехать... Мы затянем большую конференцию и прямой эфир. Ну и об этом можно подумать. Ну давай посмотрим, как у нас пройдут соревнования. А то мало ли что, вдруг там после техинспекции будет много нелестных комментариев. Слушай, ну почему ты так пессимистичен? Возможно, у нас после техинспекции не будет нареканий. Давай надеяться на лучшее. Я могу сказать, что у нас слишком строгая техинспекция для этого. То есть у нас как бы нет... Я все еще верю в нашу команду. Слушай, ну последние два года показывают, что они приспосабливаются. Очень неплохо. Вот. Тем более и работа ведется. То есть видео публикуем, регламент разбираем, семинары проводим. Вот. Уровень подготовки растет на самом деле у команд, которые честно стараются. Но реально я могу сказать, что стандарт техинспекции, который задан Иваном Гумбином, он достаточно высокий. То есть, конечно, есть определенная адаптация под российские реалии. Но у нас как бы есть стандартная практика, что если какой-то пункт, скажем так, проверки удовлетворителен, но не соответствует, может вызвать вопросы в Германии или еще где-то, то мы на это указываем. И на самом деле наши ребята, то есть я, Иван Гумбин, там, другие техинспекторы, в том числе и рекомендации по изменениям регламента мы готовим. Есть некие изменения, которые прошли в регламент. Ну, возможно, с нашей подачей. Я просто не знаю, может, другие организаторы других соревнований тоже на них указывали. Тут у меня нет такой статистики. То есть, ну, скажем так, за нашу техинспекцию мне не стыдно. Ни перед, там, ни на фоне Германии, ни на фоне американской техинспекции. Да, у нас пока не так много именно опытных техинспекторов, но у нас и не такие большие соревнования пока. Вот. Как-то так. Немножко, это было немножко реклама. Получилось так как-то. Типа, сам не похвалишь, никто не похвалит. Слушай, я думаю, все в тем. Так или иначе, все в одной лодке. Чем выше уровень наших соревнований, тем будет выше уровень команд. И наоборот. Да. Ну, тут, конечно, очень много идет от самих команд, потому что основная задача формулы студента – это все-таки выполнять план, а план выполнить за команду никто другой не может. Мы можем ее тянуть по техинспекции, мы можем давать отзывы по каким-то дисциплинам конкретным. Но если команды косячат с планом и не строят машину вовремя, то как организаторы мы не можем ничего с этим поделать. Да, мы можем им вдалбливать много раз про планирование, методики всякие им рассказывать, на личный опыт, но в конечном итоге это должны они сами сделать. И может быть хорошая команда, которая просто допустила ошибку в планировании и в итоге не успела на соревновании, и это провал. Так что, конечно, без команд мы просто так уровень не подтянем. Команда должна тоже подтягиваться очень активно и очень серьезно работать над этим. Потому что задача построить машину за год – это, конечно, большое дело, большая задача. Да, и здесь, наверное, в качестве завершения нашего подкаста подведем некоторые итоги, зададим направление. Не бойтесь работы, не бойтесь ошибаться, не бойтесь проекта, что вы что-то не потянете, что вы что-то не сделаете идеально. От вас никто не просит делать что-то идеально. От вас даже рекомендуется, ожидается, что вы будете ошибаться как можно больше. Потому что формула студент – это проект образовательный. И чем больше раз вы ошибетесь, и чем больше раз вы научитесь на своих ошибках, то есть не просто ошибетесь и дальше пойдете на другой ошибке, а реально научитесь, ваша команда пойдет вперед, пойдет дальше, пойдет выше. И вы сами, как специалист, станете гораздо сильнее и гораздо привлекательнее для любого работодателя. Вне зависимости, российский это будет или это будет какой-то зарубежный. И общайтесь, общайтесь внутри нашего сообщества, общайтесь с зарубежными командами, общайтесь с судьями, с нами, с теми же самыми зарубежными судьями, налаживайте с ними контакт, потому что помимо обратной связи от соревнований, они также могут с некоторой, такие как Клод, с высоты своего опыта они могут дать вам какие-то ценные советы по дальнейшему направлению развития каких-то как конструкторских элементов внутри машины, так и команды в целом. И, возможно, из этих советов вы подчеркнете также личное веселье. Вот. Всем формула студента. Присоединяюсь. Абсолютно присоединяюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok